Всем добрый день, дорогие мои! Снова рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать парфюмерную тумбочку, парфюмерный шкаф начинающей парфюмоньячки. И сегодня продолжение нашего с вами сериальчика про ароматы, про потрясающую коллекцию ароматов. Сегодня я вашему вниманию представлю три потрясающих аромата, летних, классных, известных, очень таких вот и стойких. Красивых, стремительных. Ну, собственно говоря, сейчас мы с вами и начнем их обсуждать. Значит, первый аромат, который я хочу вам сегодня представить, о котором мы сегодня пообщаемся, аромат под названием Ковет. Вот такой вот потрясающий ароматик. Выпущен он, простите, в 2007 году. Это второй аромат звезды сериала «Сердь в большом городе» от цара Джессики Паркер. Это его, это предшественник первого аромата в ее издании под названием «Ловолин». Это абсолютно противоположность того аромата. Я его, кстати, не знаю. Вот этот аромат «Ловолин», надо будет, кстати, с ним познакомиться. Кто знает, тот меня поймет. Это, ну, просто волшебный, летний, легкий, такой непринужденный аромат. Он эпатирует своей агрессией, да, легкой стервозностью такой вот, да. Он раскрывается остротой и взымает ввысь влажной зеленью сатилийского лимона. Он размягчается под шоколадной вуалью и начинает сгущаться туманной волной шалфея. Вот такой вот потрясающий аромат. Он действительно классный. Ангельское благоухание с тонкой примесью чертовщинки. Видите, как его называют еще, да. То есть такой, да, такой с легкой стервозностью, можно и так выразиться. Цветочная круговерть жимолости магнолии лесного ландыша и лаванды кружат голову, проникая в самую глубину древесно-мускусного основания. А вот шоколадно-вансильный ванильный десерт притягивает своей аппетитной сладостью. Такой вот классный ароматик у нас с вами. Откровенный и провокационный он, да. Он свободен от предрассудков. Идеальный аромат для сильных волевых, упорных женщин, которые, вопреки всему, стремятся добиться того, чего они пожелают, а которые уже чего-то добились в жизни. Аромат действительно классный. Кто не знает, попробуйте. У кого есть, ну, я надеюсь, на мною согласятся. Так что такой у нас с вами сегодня аромат потрясающий, дорогие мои. Второй аромат тоже довольно-таки известный многим, да. Кто не знает, расскажу про него. Тоже выпущен в 2007 году. Аромат под названием Эль от Ив Севларана. Вот такой вот потрясающий аромат. Он мне напоминает букет из таких вот, знаете, алых роз. Чайные розы даже, я бы сказал, да, с букетом пион. Даже не именно букет, а такие, знаете, вот, если смешать лепестки розы с лепестками пиона, то вот это вот благоухание вот этих вот потрясающих цветов, да, вот именно содержится в этом аромате. Он немножечко агрессивен, он немножечко такой вспыльчивый, да, как бы, но он его не портит. Эта вспыльчивость, почему? Потому что он, как бы, вот характеризует себя как между фурором и фиаско, да, то есть вот такой вот он. Поэтому вот, что про него еще можно сказать, что создали вот два потрясающих парфюмера. Это Оливье Крест и Жак Кавалье. Кстати, Оливье Крест работал и работает по сей день с компанией Бракар. Вернее, они с ними работают, да, и он создает очень потрясающий аромат. Аромат этот для женщин большого города. Она умна, сексуальна и привлекательна. Она создает моду, гламур. Она живет в этом мире, да, вот моды гламура такой вот. Изысканности, стиля такого, да, вот. Она эмоциональна, но свои эмоции она не скрывает. Хотя это не позволяет, хотя сила характера этого ей не позволяет, но она остается умна и непредсказуема, да, нося вот этот потрясающий аромат. Композиция аромата построена на пленительном аккорде эссенции Пачули и Бурбонского ветивера. Пластные сильные древесные ноты греют кожу, да. Она поддается теплу, ласке. Она поддается, ну, кожа имеется в виду, да, почему она, эта кожа. Она поддается такому легкому прикосновению, да, нежности. Я не знаю, как это еще сказать, но он потрясающий. А вот цитрусовый оттенок этого аромата придет аромату несравненное свечение. Аккорд Вичи вносит именно вот дерзкость, а пион и деликатность, и сладость. Но он не настолько сладок, он такой вот нежный, да, то есть повторюсь, что он так вот мне напоминает вот букет такой вот цветочный. Причем букет именно лепестковый букет. А вот фрезия и розовые ягоды образуют легкий контраст в сердце этого потрясающего аромата. Каждая песчинка парфюмерной воды, добавленная в имидж этого замечательного парфюма, говорит о том, что хозяйка этого парфюма умна, непредсказуема, что она не властная, она такая вот, знаете, дама, знающая себе цену, дама, добившаяся чего-то в жизни, да, дама, я бы сказал, светская, можно так назвать, или лица, да, то есть вот этот аромат, он именно для таких вот милых, потрясающих дам. Хотя я не буду делить вот все женские ароматы до, после или там для кого, для чего. Мне кажется, эти все ароматы настолько классные, что они подойдут для любого типа женщин, для любого статуса, для любого, которые ведут, ну, немножко, может быть, своеобразный стиль жизни. Короче говоря, он женский, да, он для всех. То есть я считаю, что вот это описание там для согласной, для свободолюбивой, мне кажется, это здесь ни к чему, потому что они настолько потрясающие, а наши женщины все потрясающие. Поэтому все ароматы, дорогие мои, только для вас. Еще один потрясающий ароматик вашему вниманию, да, тоже многим известен, аромат от Жанна Поле Готье, выпущен тоже в 2007 году под названием «Скандал». Вот такие вот потрясающие ножки, да, у флакончика, у крышки флакона. Аромат сладкий, он относится к разряду восточно-цветочных. Ну, не прям такой притерный сладкий, да, он такой со сладковатым привкусом. Этот аромат знаковый. Эта новая композиция объявлена как еще один вот восточный аромат, который продолжает свою современную тенденцию ароматов, да, именно восточных. Этот аромат, новинка вот эта, вдохновлена особой аурой «Плейспигала», «Сердце района красных фонарей», да, украшающие вот крышку флакона, вот эти ножки, женские ножки, да, это дань уважения легендарному «Кабаре Мулен Руж». То есть, представляете, да, как прикольно. В принципе, да. Я, честно говоря, когда даже этого не знал, я обратил бы внимание, думаю, ноги и ноги, а оказывается, это вот дань «Кабаре Мулен Руж», да, в которой началась история вот этого места, вот этого «Плейспигала». Это «Улица красных фонарей», как ее еще называют. Духи объявлены как соблазнительный медово-цитрусовый аромат, выговорил бы, вот, который ломает установленные стереотипы. Парфюм предлагает что-то новое и современное, в то же время интенсивное и элегантное. Но, честно вам скажу, да, он сладковат, то есть он на любителя. Да, как бы вот, то есть не каждая дама, вот, которая не любит сладкий аромат и будет его носить. Почему? Потому что кто-то не любит сладости, кто-то не любит дерзость, кто-то, наоборот, любит, там, больше к ванильке уйти или больше к конфетному какому-то аромату. Да, вот он, как такое легкое варенице, вот именно по ароматику напоминает. Но он, честно говоря, потрясающий. Честно, он мне даже нравится своим таким дизайном, да, интересным. Кстати, вот он, выпущен в такой вот оригинальной коробочке, но я где-то видел еще в тубе. Я не знаю, вот это такое же, это может быть, продолжение, может быть, просто поменяли дизайн коробки, да, но флакон такой же, но он сделан в круглой тубе, такой вот железной. Кстати, очень даже интересный и потрясающий классный аромат, честно вам скажу. Так что, кто, дорогие мои, с этим ароматом знаком, пишите мне в комментариях, оставляйте отзывы, пообщаемся по поводу этих замечательных ароматов. Может быть, кто-то мне напишет дополнение какое-то, может быть, кто-то, наоборот, не знает, что это и с чем это едят, да, с чем это пьют, с чем это носят. Поэтому не стесняйтесь, дорогие мои, пишите, оставляйте отзывы, рад буду общению. Если будут какие-то пожелания, пишите, с каким бы ароматом вы хотели бы познакомиться или еще раз про него узнать. Буду рад помочь. Если у меня есть наличие, этот аромат, да, который вы хотите пообщаться, без проблем пообщаемся, да, потому что мне это интересно, вам, надеюсь, тоже, дорогие мои. Поэтому спасибо большое, что были сегодня со мной. Всех вас люблю, всех вас обнимаю. Спасибо, что меня смотрите. Спасибо вам за отзывы. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите, звоните, рад общению. Всем хорошего дня, всем великолепного настроения. Всех обнимаю, всем пока. Спасибо, что были сегодня со мной.